всем привет сегодняшний выпуск как обычно самый интересный ведь мы сегодня узнаем подробности невероятно значимого события в мире астрономии за последние я даже не знаю за последние сколько лет возможно самого значимого после гагарина и полета на луну и пока весь мир с трепетом следит за успехами телескопа уэба давайте вместе разберемся что это и зачем оно нам надо итак тема выпуска зачем человечеству еще один телескоп в космосе казалось бы что если человеческий глаз способен видеть звезды земли то зачем наса вкладывать миллиарды денег налогоплательщиков разработку внеземного телескопа и еще немножко на его запуск в космос давайте разбираться и для начала первая совершенно не очевидная штука которую мы должны понять мы не можем увидеть свет от далеких галактик дело не в размере телескопа или атмосферных помехах дело вообще в принципиальной возможности далекие далекие галактики не испускают видимый свет у нас попросту не существует органа который способен зарегистрировать их сигналы чтобы понять откуда такая вселенская несправедливость нам с тобой следует обратить внимание на такой прекрасный феномен как эффект доплера а в кого вырядился шелдон он эффект доплера да это изменение частоты волны вызванные относительным движением источника и наблюдателю я все равно не понимаю я эффект доплера так если это какое-то умственное расстройство то над этим грех смеяться эффект доплера проявлять себя всякий раз когда источник любых волн двигается относительно приемника ты безусловно знаешь что это такое но если не знаешь что уж точно с ним встречался примеру когда мимо тебя проезжала машина сирены из школьного курса физики мы помним что частота это число колебаний в единицу времени простыми словами сколько гребни акустической волны влететь тебе в уху за секунду такая частота посмотри что происходит когда сирена приближается гребни словно сдвигаются ближе к друг другу и тебе в уши влетает больше волн за секунду а в тот момент когда источник удаляется расстояние между волнами увеличивается частота звука влияет на то высокий или низкий звук мы слышим в то же самое время частота световой волны волшебным образом влияет на ее цвет когда мы смотрим на радугу то фиолетовому цвету соответствует высокая частота а красному низкая также как смещается тональная звука если начать двигать источник света то частота световой волны будет меняться к примеру если белая лампочка будет очень быстро приближаться к тебе то она будет казаться немного более синей а если удаляться то немного более красный и я знаю что сейчас напишет комментариях автор ты ничего не понимаешь и не знаешь я такого никогда не видела значит ты все врешь пространство не растягивается лампочки не меняются ну во первых судя по количеству гневных комментах прошлом выпуску требуется выпуск с разъяснениями и ответами на частые вопросы он будет но немного позже а во вторых для того чтобы заметить смещение спектра источник света должен двигаться очень быстро например чтобы красный сигнал светофора показался зеленым мы должны приближаться к нему на скорости девяносто семь тысяч километров в секунду а теперь давай представим что тело удаляется так быстро что его излучение сместилось даже за пределы красного света что же случится в таком случае а то что свет превратится в инфракрасный но если тело будет двигаться еще быстрее то и вовсе в радиоволны зная все это мы с вами можем качественно оценить скорость движения других галактик относительно нашей потому как сильно их излучение смещается в ту или иную сторону и вот почти сто лет назад замечательный американский ученый эдвин хаббл первым заметил поразительную штуку американцы вообще много вкладывают в астрономию ну еще бы ведь им постоянно приходится спасать мир от инопланетян так вот хаббл заметил что далекие галактики не просто болтаются вокруг нас они разлетаются в разные стороны и так словно мы в центре при этом чем дальше от нас галактика тем быстрее она улетает он даже сформулировал свой закон уровень красного смещения в свете исходящим от далекой-далекой галактики увеличивается пропорционально расстоянию на которой эта галактика отдалилась от земли говоря проще вселенная в котором посчастливилось жить непрерывно расширяются галактики что поближе например андромеда удаляются не очень быстро ее спектр немного смещается красному а вот от самых дальних и шустрых галактик до нас доходит только лучи в инфракрасном спектре почему так происходит есть пара выпусков на канале выходит что для того чтобы просто зарегистрировать сигнал от очень далеких объектов недостаточно обычного телескопа мы должны принимать сигнал в инфракрасном спектре а затем с помощью мудреных алгоритмов и нейросетей переводить его в привычный для нас видимый спектр ну а мы с вами вернемся на землю наша планета любезно предоставила нам атмосферу которая состоит из смеси всяких там газиков и вот эти газики образуют подобие фильтра для некоторых видов излучения атмосфера неплохо пропускает видимое излучение остальное по большей части отражает либо поглощает давай внимательно посмотрим вот на эту картинку на ней изображена зависимость пропускания излучения от его частоты ну или от длины волны ведь длина волны и частота излучения обратно пропорциональные штуки примерно вот тут находится видимый свет там где коричневой области излучения не проходит а там где голубенькая проходит хорошо а теперь рядышком давай нарисуем интенсивность солнечного излучения опять-таки в зависимости от его частоты как видим так уж удачно сложилось что максимальная интенсивность солнечного излучения которая приходится на видимый свет ровнюханько попадает в прозрачное окно нашей атмосферы а все остальное отметается получается такая естественная отсеивающая воронка. Имеется весь диапазон частоты, спускаемого далекой звездой, а затем атмосфера отсеивает его левую и правую части, ну и в конце концов наш глаз отсеивает еще больше. Такой расклад привел к двум важным вещам. Во-первых, мы не погибли от космической радиации, а во-вторых, эволюционировали в человеков, способных видеть только малую часть спектра. Попросту потому, что наша атмосфера не прозрачна для ультрафиолетового и частично инфракрасного излучения. И если чужой посмотрит на нашу планету с орбиты в инфракрасном спектре, то увидит что-то вроде вот такой картинки. Итого, что мы имеем. Любой нагретый объект, будь то соседняя звезда, далекая-далекая галактика или даже реликтовая плазма, излучает свой спектр электромагнитного излучения. Если источник света от нас далеко, то он удаляется и, следовательно, интенсивность общего спектра излучения съезжает вправо. Чем дальше источник, тем сильнее съезжает интенсивность. Свет от антромеды немного смещается и тоже проходит сквозь фильтр атмосферы. Но вот если галактика находится невероятно далеко, то ее излучение смещается в ту часть спектра, которая не проходит сквозь земную атмосферу. Волны, находящиеся в этом правом конце спектра, не могут проникнуть сквозь наш естественный фильтр, а значит их невозможно увидеть даже самым мощным телескопом, пока он находится на планете. Ну, быть может, немножечко можно заметить, но картинка даже близко не в блю-рее. А инфракрасные волны – это излучение от очень юных объектов Вселенной, и астрономам до жути хочется на них посмотреть. Вот поэтому ученых так сильно волнует потерянная в атмосфере часть спектра. Земная атмосфера не пропускает к нам именно те лучи, которые спускают дальние молодые галактики. И вот больше чем 30 лет назад люди совершили первую попытку перехитрить природу. В апреле 1990 года земляне придумали телескоп Хаббла и выкинули его в открытый космос. Да, значительная часть карточек в инстаграме НАСА сделана этим старичком. Своим главным зеркалом почти в 2,5 метра в диаметре Хаббл уверенно смотрит в прошлое. В его поле зрения попадают ультрафиолетовые лучи, видимый свет и часть инфракрасного спектра. Казалось бы, зачем тогда нужен Уэбб? Телескоп Джеймса Уэбба станет искать свет еще более ранних звезд. Во-первых, с его помощью можно заглянуть в более инфракрасный спектр, а следовательно, в более далекое прошлое нашей Вселенной. Человечество планирует узнать про формирование ранних звезд, туманностей и галактик, изучить природу гравитации и проанализировать атмосферу ближайших к нам экзопланет, а вдруг кто-то неосторожно подаст там признаки жизни. Во-вторых, очень уж интересно поискать холодные звезды, черные и коричневые карлики, которые в теории могут оказаться самыми первыми звездами во Вселенной. В-третьих, это опять же звезды и планета образования. Уэбб внимательно посмотрит на протопланетные диски, высокоплотные скопления газа и пыли вблизи молодых звезд. В-четвертых, есть теоретические расчеты скорости расширения Вселенной, а есть фактические наблюдения телескопа Хаббл. И это две разные скорости. Оказывается, Вселенная расширяется быстрее, чем мы думали. Пока объяснений этому нет. Возможно, мы еще недостаточно изучили свойства темной энергии, а может быть существует какой-то неучтенный космический компонент. Ну и бонусом наблюдения за протогалактиками может оказаться ключом к пониманию природы темной материи. Молодые звезды расскажут нам про природу массивных черных дыр, плюс никогда не будет лишним доизучать нашу собственную солнечную систему, а то вдруг Хаббл прозевал что-то интересное. Для реализации всех хотелок вы бы приделали зеркало в 6,5 метров диаметром из 18 бериллиевых сот, покрытых слоем золота. Ну, знаете, у каждого ставропольского инспектора ГБДД в ванна висит нечто подобное. Просчитали траекторию полета, перекрестили и выпнули вслед за Хабблом. Теперь весь мир наблюдает за его полетом до конечной остановки, точки Лагранжа. И нам, конечно, нужно поговорить о ней. Точка Лагранжа – это такая область, в которой маленькое тело может бесконечно долго в равновесии тусить между двумя большими телами. Ведь из-за компенсации сил притяжения маленького тела двумя большими, оно находится практически в условиях невесомости. В системе Земля-Солнца существует пять таких. Вечеринка Джеймса Уэбба находится во второй точке Л2. Если верить Даблгису, чтобы в нее попасть, нам нужно мысленно соединить Землю и Солнце прямой линией, повернуться к Солнцу спиной и идти по дороге из желтого кирпича примерно полтора миллиона километров. Это курортное место оправдывает долгую дорогу. Смотрите, точка Л2 идеальна для установки в нее космического телескопа. В ней Земля всегда заслоняет собой свет Солнца, что позволит исследовать другие более тусклые звезды. Так что Уэббу удастся существенно сэкономить на солнцезащитном креме. По плану телескоп должен проработать там около шести лет. Но оптимистичные ученые на всякий случай снабдили его всякими приятными штуковинами с большим запасом. Например, одних ладагентов запасли аж на целых 10 лет честной службы, а топлива на 20. В общем, сколько проработает, столько проработает. Телескопу Хаббл, например, ранее пенсия вообще ни в какой части спектра не светит, он будет работать на орбите, пока совсем не развалится, а потом его торжественно где-нибудь затопят, как и все лучшие вещи, созданные человечеством. Постоянные сравнения телескопа Уэбба и Хаббл напрашивают сами собой. Да и в самом НАСА считают, что Уэбб – преемник Хаббла, и вот почему. Хаббл служит человечеству уже более 30 лет, и за это время телескоп узнал массу всего интересного, но его возможности не бесконечны, в отличие от нашей Вселенной. Например, площадь главного зеркала Хаббла примерно в шесть раз меньше площади зеркала Уэбба. Приборы не такие чувствительные, да и снимки он передает с известной дорей помех. Уэбб спрятан в тени Земли от солнечного света и снабжен теплозащитной вафелькой. Он сможет снизить влияние помех до исторического минимума. К тому же его золотой глаз смотрит другую часть спектра. Хаббл изучал оптическую и ультрафиолетовую часть спектра, плюс немножко подглядывал в инфракрасную, а Уэбб должен доподсматривать инфракрасный диапазон до середины спектра. Купальник на теле инопланетянки мы вряд ли увидим, а вот футбольный мяч на расстоянии 550 километров должны. Чтобы добиться такой остроты взгляда, ученым пришлось как следует подумать. 25 квадратных метров золота как-то отказывались геометрически помещаться под обтекатель ракеты-носителя. Пришлось отказаться от идей монолитности. Зеркало Уэбба сложили в оригами, приделали ему 126 небольших моторчиков, которые должны будут разложить все это обратно, и ногой утрамбовали получившегося журавлика в ракету. Как раз сейчас, пока ты смотришь этот выпуск, он летит, потихоньку расправляя крылышки в полете. Теперь подробнее про теплозащиту. Для проведения наблюдений в инфракрасном спектре Уэбб должен функционировать при температуре ниже 50 градусов по Кельвину, а это минус 223,5 градуса по Цельсию. В противном случае инфракрасное излучение от самого телескопа будет подавлять его приборы. Чтобы такой важный сотрудник НАСА не перегрелся на солнце, ему придумали специальную теплозащитную вафельку. Это такой пятислойный экран размером с теннисный корт. Слои сделаны из каптона, покрытого алюминием. Каждый слой не толще человеческого волоса, а между слоями вакуум. Ближайшие к солнцу слои дополнительно измазали легированным кремнием. Получилась очень сложная и эффективная штука. Каждый слой будет отражать излучение, снижая температуру нижнего. Обещают, что максимальная температура на первом слое составит 383 по Кельвину, а минимально на последнем всего 36. Помимо этого Уэбб приделали камеру видимого ближнего инфракрасного диапазона, камеру среднего инфракрасного диапазона, спектрограф, датчик наведения и много всего дорогого. Кстати, о дорогом. В 2011 году НАСА было близко к тому, чтобы прикрыть проект. Постройка телескопа с каждым годом требовала все больше и больше денег, а сроки его запуска все время сдвигались в светлое будущее. Над менеджерами шутили, про НАСА придумывали мемы, весельчки журнала Nature вообще обозвали Уэбб телескопом, съевшим астрономию. Ради Уэбба приходилось урезать финансирование других космических проектов. Все сдвиги бюджетов и сроков запуска объясняются очень просто. Телескоп должен быть идеальным. Его много тестировали, находили неполадки, устраняли найденное и снова тестировали по одной простой причине. Доработать его в космосе не представляется возможным. Вот Хаббл, который находится всего в 570 километрах от Земли, подчинить можно. И отважные космонавты и ремонтировали, и дорабатывали его телескоп прямо в открытом космосе. Видимо, им это так понравилось, что они делали это целых пять раз. То царапина на зеркале надут, то еще что-то. С Уэббом такой фокус не сработает, еще не родилась та команда космических слесарей, которая согласилась бы лететь в точку Лагранжа. Но, слава Юрию Гагарину, телескоп все-таки достроили, проверили на все возможные стрессово-космические ситуации и отпустили в крестовый поход. А теперь к сухим числам. Джеймс Уэбб строили 25 лет. Это примерный срок жизни одного большого сухопутного краба. А еще за это время среднестатистический россиянин сможет выплатить две ипотеки. Вес телескопа 6150 килограмм, что равно весу двух косаток или половине меча, который держит в руке волгоградская родина-мать. Стоимость 10 миллиардов долларов, что в 20 раз больше запланировано в 1996 году. На эти деньги можно купить примерно 76 тысяч трехкомнатных квартир в Одинцово, 4 марсохода Curiosity и 1% компании Facebook. А вот ребята из Blizzard, которые продались на этой неделе Майкрософту, на вырученные деньги смогут купить ИБВ почти 7 раз. В строительстве приняло участие представители 17 стран, что на одну больше, чем входило в Советский Союз в лучшие годы. Время полета до конечной точки 29 дней, а расстояние полтора миллиона километров. Это как 37,5 раз облететь Землю по экватору или дважды слетать до Луны и обратно. На этом выпуск подошел к концу. Теперь нам только и остается, что терпеливо ждать открыток от Уэбба. Сами понимаете, космические дела быстро не делаются. Сначала телескопу нужно долететь до точки Лагранжа, потом три месяца уйдет на настройку оптики, затем еще два месяца на калибровку инструментов. Так что нам всем остается запастись терпением и попкорном и полгодика подождать первых снимков. Всем добра и открытия Тайн Вселенной.